Возвращение птичьего гриппа в Европу нельзя считать закономерностью. В этом уверены эксперты Всемирной организации по охране здоровья животных – МЭП. По мнению специалистов, ситуация ухудшаться не будет. Однако дикие птицы периодически будут и дальше заносить вирусы из Азии. «Есть основания надеяться, что нынешняя ситуация – это просто очень сложный период, который надо пройти. Взяв её под контроль, мы в ближайшие годы увидим более спокойную обстановку. Но в Азии постоянно распространяются разные вирусы, и из-за миграции диких птиц ни один регион не защищён». В настоящее время в Европе распространяется птичий грипп штамма H5N8. Вспышки зарегистрированы в Германии, Австрии, Венгрии, Польше, Франции и в других странах. Французские власти, чтобы остановить распространение вируса, приняли решение уничтожить сотни тысяч уток и гусей. Эти меры принесут большие экономические потери фермерам и производителям деликатесов у агро, однако они обоснованы, уверены специалисты. «Когда вы решаете уничтожить птиц, предпринять такой важный шаг, это нужно делать на основе научного анализа и только для улучшения ситуации. Если вы не уверены, то не поступайте так». За последние несколько недель из-за птичьего гриппа миллионы пернатых также уничтожили в Южной Корее и Японии. В Китае зафиксирована вспышка заболевания штамма H7N9. Эта разновидность вируса передаётся человеку. Уже известно о более 100 случаях заражения. При этом в декабре 20 человек скончались. Штамм H5N8, распространяющийся в Европе, людям не передаётся. «Штамм H5N8 никогда не называли потенциально опасным для человека. Поэтому, мы думаем, мы можем быть уверены, что дальше заражение домашней птицы дело не зайдёт». Предыдущая вспышка птичьего гриппа в Европе произошла около года назад. Сильнее всех пострадала юго-западная Франция. Тогда власти приостановили выпуск фуагра в 18 департаментах страны. Производители дирикатеса понесли убыток в 500 миллионов евро.